Войска дяди Васи – один из самых ярких российских брендов. В свой профессиональный праздник голубые береты собрались на площади 30-летия Победы. Они возложили цветы к вечному огню в память погибших товарищей. Сегодня 93-е годовщина создания вождушки над на хвост. Сегодня мы празднуем честным память ребят погибших в Афганистане, в Чечне, других локальных воинов. И сегодня, как оно актуально, эта жизнь идет своим чередом. Наши ребята – десантники, общего соединения, выполняют свои воинские должные слова. Руководитель Центра патриотического воспитания уверен – у тех, кто не помнит прошлого, нет шанса на будущее. А мы не такие. У России великая история и великое будущее. Поэтому мы здесь, поэтому празднуем этот профессиональный праздник – День воздушно-десантных войск. Вадим Орлов – генерал-майор в отставке. Раньше он командовал 31-й бригадой. Своими ребятами он гордится, уверен в их силах на 100%. Сегодня праздник элиты вооруженных сил России. И те ветераны, которые сегодня стоят на площади, воспитали молодое поколение в духе Маргелова, в духе Суворова, в духе всех лучших традиций ВДВ. Поэтому сейчас на фронте наши ребята показывают отвагу, мужество и, слава Богу, побеждают. Цветы к вечному огню возложил и губернатор Алексей Русских. Присоединились и политики, и общественники. Напомним, днем создания крылатого десанта принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика. После этого эксперты поняли, что этот вид вооруженных сил стране необходим. В итоге уже через год в Советском Союзе были сформированы первые десантные части, которые начали активно внедряться в Красную Армию. Виктория Черкова, Марат Микдіїв, Улправда ТВ.